Приветствую вас, и вы знаете, вот первое, на что мне бы хотелось обратить ваше внимание, это то, что, ну вот вы говорите, что муж уже 4 года заходит на страницу своей бывшей, да, с ней как-то общается и так далее, и так далее, и так далее. Уже здесь 4 года пишите вы, это происходит, а что было до этого, можете вы пояснить, вот до того, как он стал это делать, было что-то, я имею ввиду, сколько вы знакомы со своим мужем, значит, с какого момента это началось у него, и так далее. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать, это то, что вы высказываете такое вот мнение, что мужчина вас не любит, а любит ее и страдает по ней. Здесь нужно сказать, пожалуй, то, что вы этого не знаете, и мы тоже этого не знаем. Мы не можем знать, что творится в душе вашего мужа, но одно совершенно точно можно сказать, что вы ему дороги. И именно потому, что вы ему дороги, он возвращается к вам каждый раз, все время, он возвращается к вам, потому что вы ему дороги. Вполне возможно, что с бывшей его связывает так называемый эффект зигармик, эффект незавершенного действия. И вполне возможно, что отношения с ним, то есть отношения с ней у мужчины действительно, ну, незавершены должным образом. То есть, это нужно понимать так, что он любит вас, а к ней его тянет именно потому, что отношения недавершены должным образом, ему требуется помощь, чтобы их довершить. И поможет ему в этом, конечно же, конечно же, психолог больше помочь некому здесь, ни вы, ни он сам себе в этом помочь не сможет. А здесь вы пишете, что вы прощали его пять раз, и вы пишете, что все равно это повторяется, и пишете, что очень сильно из-за этого ругаетесь. А почему ругаетесь? Ну, он ей только пищет. Он вам не изменяет, он как бы с вами, он верен вам, он как раз возвращается к вам. А почему вы ругаетесь? Почему вы так остро воспринимаете то, что мужчина общается с твоей бывшей? Вы, вы сами, почему так это воспринимаете? Может быть, речь идет о том, что вы, например, себе не уверены, скажем, должным образом. Может быть, речь идет о том, что вы как-то сами чего-то боитесь, например, чего-то опасаетесь, или что-то решил. Вот, о чем я бы хотел с вами поговорить, скажем так, ну, может быть, знаете, несколько отдельно, вот так, если можно так выразиться, отдельно. Потому что, потому что, то, что вы говорите, это, как я уже сказал, называется эффект лингарника, коррекция, эффект негрошеного действия. Вашему гоню нужна помощь, потому что он всему и хочет это делать, и не хочет это делать. То есть у него идет здесь зависимость. Если у него, правда, зависимость, то зависимого человека нельзя считать управляющего собой. Вот он с собой не справляет, он хочет делать что-то, делать, и он не хочет делать, он по-моему что-то сделает, он это делает. И от зависимости, ну, ему нужно помочь избавиться. Опять же, это только работа с психологом позволит сделать. Ну, а вам, с твоей стороны, нужно определиться, либо вы его все-таки принимаете, таким, какой он есть, вот на данный момент, да, то есть, понятно, что он не идеален, понятно, что он не очень хорошо, то, что он делает. Но, как бы, другого нет, и если вы его любите, то, я думаю, принять его все же стоит. Другое дело, что вы сомневаетесь в том, что он вас любит. Это, как я уже сказал, говорит о вашей неуверенности в себе, и, соответственно, именно о ней, именно в контексте вашей неуверенности в себе, нужно работать, на мой взгляд, именно с вами. Потому что, ну, а вот, почему вы в себе неуверенности, да, вот такой вопрос зададите. В чем вы в себе сомневаетесь? Почему вы в себе сомневаетесь? Это очень важный момент, и на этот момент нужно обратить внимание. Значит, завершая свой ответ, мне бы хотелось сказать, чтобы вы не устраивали ссоры, только по факту, значит, того, что мужчина общается с своей бывшей. Чтобы вы все-таки не устраивали именно по этому факту, каких-то сортов, там, из-за общения, само по себе, для мужчины, единственное, что он пока может сделать. Вы лучше попытайтесь ему помочь, вы лучше попытайтесь как-то его понять, вы лучше попытайтесь спокойно, ласково, нежно, понимающих, с ним поговорить, и определить, что заставляет его так себя вести. Определить, почему он выбрал именно такую модель поведения. Видно, что мужчина хочет быть слабым, видно, что мужчина тяготится тем, что у него такая ситуация, но поделать ничего не может. То есть, естественно, определить начало с вашими приоритетами, с чего вы хотите, сохраните ли вы, сохраните семью, это одно, хотите ли вы защищать свои интересы, это интересы свои, это другое. И вот в зависимости от этих направлений и стоит исходить. Именно из этих направлений стоит исходить. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok